Этот витамин знаний не содержится в капсулах и в аптеках его не предлагают. Шевелить извилинами помогает тренажер. Его разработали студенты и получили грант в конкурсе 50 лучших инновационных идей республики. Проект представляет собой онлайн-репетитор. Чем он отличается от виртуальных аналогов, узнавала Екатерина Кудинова. То, что сделано в Татарстане, вне конкуренции, в качестве бонуса к онлайн-репетитору, графическая карта знаний. На ней видно, в каких областях слушатель плавает. Студенты-электронный репетитор уже оценили. Первым стал медицинский университет. Преподаватели подготовили материалы и тесты по всем предметам. В разы выросли показатели. То есть я постоянно захожу на этот сайт, проверяю себя в системе тестирования, и мои оценки растут. Соответственно, по карте знаний, если здесь посмотреть, то я могу посмотреть за предыдущий месяц мои результаты. В этом месяце они лучше уже на 50%. За успеваемостью следят и преподаватели, и родители с помощью веб-камеры. Для более строгих надзирателей в будущем появится шкала внимания. Она сигнализирует, когда ученик надолго пропадает из кадра, когда он расфокусирует взгляд, когда благодаря его мимике и тембр голоса ученик показывает, что он не заинтересован в учебном процессе. В результате один преподаватель может заниматься 10 учениками так дистанционно, как будто он с каждым занимается один на один. Специальные программы также расширят и возможности камеры. Она научится расшифровывать мимику лица. Таким образом, пользователи смогут делать записи с помощью голоса. Можно будет не просто пару слов сказать и найти что-нибудь по сети, а можно будет реально нарисовывать, например, текст, допустим, в документ. То есть, например, вводить не с клавиатуры, а голосом. Тесты, домашние задания, контрольные – все, как в реальной жизни. Сегодня виртуальные услуги педагога в разы дешевле. Новый проект разойдется в сети вузов через полгода, прогнозируют разработчики. Еще столько же уйдет на запуск приложений. Екатерина Кудинова, Равка Дзиадинов, Вести, Татарстан.